Девушки отдыхают Когда я еще ходил в боксерский клуб без Энайт-Сити, у нас была такая поговорка Ищи настоящих друзей среди тех, кто может отправить тебя в нокаут И это правда, рука у Джеки была тяжелая Ни от кого я еще так не получал Я его удар помню до сих пор Девушки отдыхают Город Текимура Надо встретиться Приходи в Дайнер дома Это еще зачем? Потому что я тот, кто спас тебе жизнь Честно говоря, я еще не пришел в себя после того, что со мной случилось Это случится еще не скоро Так и что же? Если ты хочешь жить, тебе нужно вернуться в игру Время не ждет Дайнер дома Я буду там Ви Рада тебя слышать Наконец-то Давно мы не разговаривали Еще с тех пор, как Джеки умер В отчете все написано Как у вас дела? А ты как думаешь? Мой сын умер Но я держусь, как видишь Я звоню выразить соболезнования Выразить соболезнования? Ты жил с нами под одной крышей Имея уважение не разговаривать со мной, как будто мы чужие друг для друга Я сама хотела тебе позвонить Я готовлю афрендум под Джекитом Мы должны проститься с ним, как положено Церемония пройдет у нас, в Койоте Соберутся многие из его хороших друзей Не говорите ничего, мама Уэллс Я приеду Я ни секунды в этом не сомневалась До встречи, Ви Садись Ты выглядишь неплохо Пока ехали в машине, мне казалось, что ты не выживешь Зачем вы мне помогли? Ты был нужен мне живым И сейчас тоже Дело в биочипе Поэтому вы звонили Да Я слышал, что он испорчен Если его извлечь, это может обернуться для тебя смертью У Вика слишком длинный язык И золотые руки Без него бы ты умер Чего вы, собственно, от меня хотите? Для начала Скажи мне, где найти Эвелин Паркер Эвелин? Зачем она вам? Она в интимных отношениях с Юринобу Арасакой У нее есть к нему подход Я сам хотел бы с ней поговорить Она обещала, что избавит меня от Чипа Я бы на это не рассчитывал Она, скорее всего, уже далеко Почему вам кажется, что она уехала? Я искал ее Но безуспешно Думаю, она замела все следы Ты говоришь, что Паркер Обещала помочь тебе с Чипом Она работает на корпорацию? Без понятия Эвелин много знала про Чип У нее была засекреченная информация Не знаю, кто она Но в ней была скользкость, как у корпоративных агентов Ну, вы понимаете Во мне тоже есть эта скользкость? Вас выставили за дверь Ваше место теперь среди изгоев Забыли? Простите, что не смог вам помочь Я немного тороплюсь, так что... Подожди Ты нужен мне Юринобу Арасака Должен ответить за отца убийства Ищите справедливости? В Найт-Сити? Я хочу отомстить Здесь это сделать проще Есть люди Которые помогут мне Прикончить Юринобу Мне нужно только их убедить Думаете, они поверят Какому-то наемнику У меня нет других доказательств Тем более Я здесь никого не знаю И за мной охотятся А если я откажусь? Я скажу, что тебя ждет Если ты мне поможешь Так мы что? Такие зайдем в Арасака Тауэр И объявим всем, что Юринобу преступник? Что он убил Сабура Арасаку? Мы будем говорить Бить с адекватными людьми На нейтральной территории Есть процедуры Которые помогут установить правду Детектор лжи? Нет, спасибо В таком случае Подумай сам Ты умираешь Ты не знаешь, как тебе спастись Во всем виноват Чип Изобретение Арасаки О котором знают только там Арасака может тебя убить Но может и спасти Главное, чтобы нужные люди Встали на твою сторону Политика Кого конкретно сейчас вы имеете в виду? Есть люди Которым важна Арасака Те, кто заинтересованы В развитии корпорации Вы говорите про Андерса Хельмана? А откуда ты о нем знаешь? Я же готовился к налету Хельман разработал и создал этот Чип Он только пешка Я имел в виду более влиятельных людей Тем более Андерс Хельман бежал из Арасаки Он предатель Итак, Ханако-сама Я хотел бы спросить вас Куда ни плюнь везде Арасака Эй, я вообще-то слушал Слышь, не ори Никому кроме тебя не интересны Эти корпоративные шлюхи Что ты сказал? Че слышишь? Камура, не надо Хотя бы один из вас не кретин Я бы не стал привлекать к себе внимание Извини Глупые рефлексы Спасибо за предложение Я подумаю И перезвоню Мне нужно время Чтобы придумать план Ты много выиграешь Если мне поможешь Только прошу тебя Не уезжай из города С чего бы? Скорее всего, только здесь Я и найду кого-то, кто мне поможет Кого-то, кроме специалистов Арасаки Таких людей не существует Мы только что обсуждали варианты Андерс Хельман создал этот био-чип Я найду его И он решит проблему Даже если придется Опять перейти дорогу Арасаки Хельман сбежал от них Я сам искал его много дней Он, как это говорится Как камнем Как в воду канул Сбежал? Куда? Его приняла какая-то другая корпа? Насколько я понимаю Он действовал один Хорошо все спланировал Не оставил никаких следов Как думаете, куда он сбежал? Не знаю А зачем вам Хельман? Это от него Сабуру Сама Узнал о планах Юри Нобу Хельман хорошо знал их обоих Поэтому он может быть ценным свидетелем Крысы громко пищат, если прищемить им хвост Я собирал информацию несколько дней Все пути вели в одно место В клуб по смерти Меня там быстро Развернула королева фиксеров Бестия Приняла вас за пиджака? Решила, что Сабуру Сама Погиб от моей руки У Бестии много информаторов Она знает все, что творится в городе Я попробую спросить ее насчет Хельмана Это грубая Жадная И мелочная женщина Желаю удачи Для начала Я попробую поискать Эвелин Если она не помогла тебе до сих пор То уже не поможет Слышали про воровскую честь? Да Только у воров как раз нет чести Есть просто честь Юри Нобу Арасака бы с вами согласился Это Паркер тебе не поможет На твоем месте я бы приготовил запасной план Я не могу здесь больше оставаться Ты можешь делать что хочешь Ищи Паркер, Хельмана, кого угодно Я встречусь с друзьями, которые могут мне помочь Когда люди из Арасаки будут готовы тебя выслушать Я позвоню Тогда до связи Если ты каким-то чудом доберешься до Хельмана Дай мне знать, пожалуйста Нам с ним есть о чем поговорить Фастфуд и грязь Да, в чем-то этот город не меняется Арасака все так же хочет захватить мир А мир неумолимо погружается в хаос По крайней мере, бестия еще жива По-моему, ты охренел Сначала пытаешься меня убить А теперь подмазываешься Типа ничего и не было Вообще, чтобы я слышал Не обязательно говорить вслух Чего тебе надо? Я обдумал все это дерьмо еще раз Теперь ты нужен мне живым А не пошел бы ты нахер? А представь, каково было мне Ты проснулся на свалке А я в твоей голове Рядом с твоими мыслями, воспоминаниями Так что, думаю, мы в расчете Я успокоился И стал думать, что со всем этим делать Мы ведь можем помочь друг другу Давай начнем с бестии Я ее тысячу лет знаю С чего я должен тебе верить? Напомни Веришь ты мне, не веришь насрать Сейчас это меньшее, что меня заботит Ты призрак прошлого, чувак Все твои друзья или сдохли Или впали в маразм И нихуя никого не помнят Сильверхенд умер легендой Такое не забывается Допустим, ты знаешь бестию Что мне ей сказать? Что моя мозговая опухоль Это ее старый дружок Джонни? Да ладно Бестия слышала и не такую хуйню Причем в те времена, когда твоя мамаша Еще целкой была Можешь не рассказывать Я видел твои воспоминания Жесть Бестия сделает все, что я скажу Просто приведи нас в посмертие Нет никаких нас Эй, это ты? Мэйн, а я думала, ты умер Честно говоря, не ты одна Я тоже думал, что мне конец Неужели все пошло не так? Все мимо плана? То есть ты знаешь про налет? Наверное, Эвелин сказала Да весь город только об этом и говорили Слушай, мне надо найти Эвелин Давай лучше не будем о ней Ты знаешь, где она? Я тебе что сказала? Не спрашивай меня Точка Джуди, серьезно? Ты моя последняя надежда Мне надо ее найти Я знаю, ты можешь мне помочь А кто сказал, что я захочу? Давай, может, встретимся и поговорим А? Ты влизец? Вон там Ни хрена себе Глянь-ка сюда Ты это видишь? Либо я совсем поехал Либо это какое-то мистическое откровение А как зовут ту эзотерическую тёлку? Мистик? Да нет Это у меня не Ирона шалят Надо показаться Виктору Хотя Можно и к ней зайти Эй! Кажется, я тебя уже видела У меня хорошая память на лица Мы сейчас закрыты Я ищу Эвелин Паркер Не знаешь, где она может быть? Бывала тут когда-то Но я уже давно ее не видела Мне нужно поговорить с Джуди Она у себя? Ага По лестнице вниз Я скажу Джуди, что ты к ней И ты добьешь твои погуль ее Ага Пошли обратно Хватит присылать мне всех шлюх, которых встречаешь Что мне с ними всеми делать? К нам всегда шли те, кому нужна помощь Такая уж у нас репутация Что-то я не помню, чтобы мы открывали тут приют Да ладно тебе, дай им шанс Каждый из них может пригодиться Дай мне много времени Они все отработают Отработают? Они до сих пор на ноги встать не могут Для этого надо выбраться со дна Погоди немного Может они тебя еще удивят Лучше пусть не пытаются Угу Сразу видно, что у нас тут все по-человечески Без блядства Сьюзи, мы не договорили Да нет, сука Договорили Кто у нас тут такой настойчивый? Нап... О чем вы спорили? А, в кого не плюнь Все живут в каком-то своем мире Если твоя жопа в тепле То на остальных похуй Эта Сьюзи довольно пробивная дама Ваш босс? Ты что, специально пришел выяснять Кто есть кто в шельмах? Джуди, ты давно разговаривала с Эвелин? Мне надо ее найти Это важно Зачем? Хочешь отыграться за налет, который сам просрал? Ты знаешь, чем все кончилось Значит, вы с ней говорили Я знаю, что ты запорол дело И потерял всех своих Настоящий профессионал Я тоже получил пулю Ой, да что ты Для наемников риск – это часть профессии Ну что такое? Где ты там? Ты развлекаешься? По сто раз спрашиваешь Я ничего сложного не прошу Просто скажи, где она? Почему скрываешь? Очень просто Я тебе не верю Конечно, я рисковал Как и мы все Но Эвелин дала нам заказ И рисковала в первую очередь Она с самого начала знала, на что идет Ладно Придется разгребать это говно вместе Но ты в отчаянии У тебя это на лице написано Окей, ну допустим, я в полной жопе Биочип, из-за которого устроили налет, медленно убивает меня Заказчик Эвелин может что-то знать об этом биочипе Это может меня спасти Вот поэтому я хочу узнать, кто ее нанял Ну допустим, я тебе верю Ладно Эвелин кукла Раньше работала в облаках Советую искать ее там А где это? Там на столе портсигар с адресом Возьми его и отдай Эвелину, когда ее найдешь Мега башня Статусное место Стой Скажешь потом, как у нее дела? Окей? Окей Я тебе позвоню Спасибо Спасибо, Ви Кукла И почему я не удивлен? Тенграмма в поврежденном мозгу Тебя ничего не должно удивлять Ну что, поедем в эти облака? А почему бы и нет? Меня зовут мистер Хэнс Если тебе нужна работа в Пасифике Звони мне Я Ви Ну, не слышу, приятно познакомиться Наше знакомство честь для меня Нужна будет работа Звони Давно о тебе не слышно Макака Акада Госпожа и хозяйка Уэстбург Загляни ко мне Когда будет минутка Нам нужно рассчитаться За Сандру Дорсет Вы хорошо сработали И твой друг До связи Говорят, в Хэйвуде новая душа Я Себастьян и Барра Меня называют Падре Ви, приятно познакомиться Люблю людей, которые ценят вежливость Будем на связи, Ви Надо убрать отсюда бильярдный стол Думаете? Он довольно тяжелый И что? Может просто вздвинуть к стене? Ви, спасибо, что пришел Садись, садись Хочешь пива? Давайте немного Салют Давно мы с тобой не виделись Как ты поживаешь? Честно говоря, бывало и получше Почему? Расскажи В тот день Когда погиб Джеки В общем, с тех пор моя жизнь стала гораздо тяжелее Понимаю тебя Мы все так себя чувствуем Я сейчас пытаюсь подготовить Афренду Столько надо сделать, рук не хватает Могу помочь Афренду Я сама справлюсь Хватит и того, что ты придешь проститься Афренда? А что это такое? Мы собираемся вместе Мы собираемся вместе, чтобы почтить память ушедших Родные, друзья Приносим то, что они любили И что может пригодиться им после смерти Думаю, Джеки в первую очередь попросил бы пива И пиво тоже будет Я бы хотел принять участие в церемонии, но как положено Чтобы не нарушать ваши традиции Так Просто у меня нет ничего, что можно было бы положить у гроба Чтобы почтить его память Ну и что? Зато у тебя доброе сердце, Мининью Нужно просто что-нибудь символическое Поищи в его гараже Там, считай, все его прошлое У Джеки был гараж? Раньше он просто держал там мотоцикл А не так давно совсем переехал туда жить Ты там обязательно что-нибудь найдешь Ничего, что я буду трогать его вещи Но, Михо, он умер А похороны, они для живых, а не для мертвых Вот, возьми ключ Спасибо, мама Уэллс Да не за что, Ви Это тебе спасибо за твою чуткость Гараж на республиканском проезде АйТВ Привет, Ви Ты здесь одна? Я бы не сказал, что это самое безопасное место в городе Я сижу на этой лестнице с десяти лет Теперь мне двадцать шесть Если бы со мной что-то могло случиться, оно бы давно случилось Что ты тут делаешь? Просто сижу и жду его Хотя прекрасно понимаю, что он больше никогда уже не придет В последнее время я часто прихожу сюда посидеть Могу час просидеть Это глупо, но я так скучаю по нему Очень скучаю Присядешь? Поболтаем Присядешь? Поболтаем Почему глупо-то? Это обычные человеческие чувства Наверно Вы давно были знакомы? Пол жизни Мы выросли в одном районе Виделись чуть ли не каждый день Но никогда не были вместе До прошлого года Да Это был лучший год в моей жизни Джек много про тебя рассказывал Говорил, как много ты для него значишь Прямо так и говорил Скорее всего слова были совсем другие Может быть и другие Но он имел в виду это Серьезно Я рада, что ты узнал настоящего Джеки Все думали, что он такой наивный весельчак Который во всем ищет положительные стороны Но они ошибались А ты что о нем думала? Знаешь, как он сам однажды сказал? Он бы заслонил меня от поля, не задумываясь Таких людей больше нет Прямо как настоящий сын Хейвуда У него было столько надежд Столько планов Можно сказать, из-за них он и погиб Здесь осталась частичка Джеки А почему ты не зашла? У меня нет ключа Джеки не сделал тебе дубликат? Разве вы не настолько близки? Он предлагал Но я не хотела посягать на его личное пространство Мама Уэллс будет устраивать прощание с Джеки Мне надо найти что-то, чем он дорожил Не поможешь мне? Не уверена, что мне стоит туда заходить Думаешь, пока рано? Дело не в этом Мы с мамой Уэллс не то чтобы в лучших отношениях Она бы не хотела, чтобы я что-то здесь трогала И тревожила его память Так что лучше не надо Джеки был бы рад, если бы ты зашла Это главное Пойдем Зверя не мотоцикл Ну Джек чуть не плакал от радости, когда его купил Думаю, ни одна холостяцкая нора без таких не обходится Он говорил, это коллекционные Сейчас таких не выпускают Ну да, именно поэтому они тут и висят Эрнест Хемингуэй По ком звонит колокол? Джеки часто ее перечитывал Перед каждым большим заказом Он говорил, что этот мужик круче, чем Морган Блэкхенд А ты читала? И как тебе? У меня Как-то руки не дошли Думаю, она хорошо подошла бы для Френды Прямо воплощение, Джеки Ну вот, для Френды уже что-то есть Но можешь тут еще походить О, Джеки Это Мандала? Угу С ней Долгая история Эй, все хорошо? Ты не представляешь насколько Я однажды сказала Джеки, что ему нужно очистить это место от негативной энергии Например, с помощью Мандала из песка Он мне тогда ответил, что из песка лучше построить замок, дом, родовое гнездо Уэлсов, крепость Похоже, ты влияла на него сильнее, чем думала Да, наверное Мне кажется, она немного кривовата Она ужасна Но это самое красивое из всего, что я видела в жизни Любимая текила Джеки Так он ее и не открыл Нет, амулет на счастье Одна из первых бутылок, которые выпустил Хисус де Абахо Ха, это который основал Сенсон? Их осталось всего сто И все они у самых богатых людей мира Откуда Джеки ее достал? Вроде бы купил у какой-то старушки в Мексике Она ему жаловалась, что Абахо украл у нее рецепт Аквариум? Остался Тако А кто такой Тако? Его рыба, карликовая акула Совсем крошка Мне кажется, они стоят как самолет Не думаю, что он за нее платил О, мяч с подписью Данте Гонсалеса Он тоже из Хейвуда В баскетбол у нас тут играли все, но Данте был самым лучшим Если не ошибаюсь, он был первым, кто ушел из Валентина Как и Джеки Ага Они оба хотели от жизни чего-то большего Данте теперь капитан НС Блэкаутс Хм Это подойдет Вполне Да, точно Самое то для Джеки Старый ремень Память об отце Из детства Этим ремнем он бил и Джеки и его мать В один прекрасный день Джеки избил его самого и сказал, что в следующий раз убьет Папаша попал в больницу, а потом ушел от них Только зачем он его хранил? Видимо, как напоминание Хороший сувенир на память Хороший сувенир на память Нам пора идти Знаешь, Вэллс Я еще останусь с ними более Попрощаюсь с ним тут Мама Уэллс все равно не хочет меня видеть Что между вами произошло? Вы поссорились? Да нет Просто она не считает меня идеальной невесткой А что ей в тебе не нравится? Меня зовут не Камила и я не бывшая девушка Джеки Мама Уэллс просто обожала Камилу Ясно Ты должна прийти, Мисти У тебя есть на это право Я не хочу мешать маме Уэллс Я же не семья Ты была частью его семьи Наверно, ты прав Спасибо, Ви Так что? Пойдем? Мои глубокие соболезнования Он был очень милый мальчик Так выпей в память о нем, падре Лучше несколько раз Так и сделаю Ви, хорошо, что ты пришел Мы сейчас начнем Садись, пожалуйста Привет, Ви Большое спасибо всем, кто пришел Я не буду расписывать, каким человеком был мой сын И говорить, как мне его не хватает Я лучше расскажу вам одну историю Было ему тогда лет, может, девятнадцать Джеки был Валентина А у них тогда была война с Мальстремом Мне позвонили из больницы Сказали, что в него попали три раза И все рядом с сердцем Когда я приехала в больницу Он был в сознании Из него торчало столько трубок Что он выглядел, как какой-то осьминог Он сказал Не волнуйся, мама Пули меня не берут Со мной никогда ничего не случится А когда я собралась уходить Он снял с пальца перстень Валентина Сказал, он ему больше не нужен Он не боялся Просто не хотел, чтобы я за него волновалась Десканзе ин пас, мейхо Когда я еще ходил в боксерский клуб без Энайт Сити У нас была такая поговорка Ищи настоящих друзей среди тех, кто может отправить тебя в нокаут И это правда Рука у Джеки была тяжелая Ни от кого я еще так не получал Я его удар помню до сих пор Двенадцать раунд, Дрюшич Мне mandó Camporta Lamenta no estar aquí Todavía le quedan cuatro años que cumplir Me pidió que leyera esto Recuerdo cuando Jackie se nos unió Era un niño fuerte Cuando decía que iba a hacer algo Cumplía Tenía honor Podría haber llegado lejos Mis condolencias a la familia Que descanse en paz Кто-нибудь еще? Давайте я, наверное, расскажу, как мы познакомились с Джеком Я частенько вспоминаю этот день Это было Чуть ли не сто лет назад В другое время В другом месте Джеки спас мне жизнь А потом Еще раз через несколько лет Уже в Найт-Сити Мне тогда казалось, что я Потерял абсолютно все Он показал мне путь на свободу Сам бы я Никогда его не нашел Джеки Уэллс Друг, который никогда не предаст Самый верный товарищ Если он ставил перед собой цель То готов был умереть, чтобы ее достигнуть Однажды он мне сказал Продор Главное в нашем деле Никого не бояться Ради своих близких Он был готов пожертвовать всем Даже жизнью Но самое главное Джеки любил жизнь И не боялся жить У него была широкая душа Он не рассуждал А просто делал Он всегда смеялся и говорил, что Пули его не берут И что однажды он станет легендой по смерти Можно сказать Он добился того, чего хотел Устроил серьезные проблемы Некоторым влиятельным людям И если он смотрит сверху То, наверное, сейчас показывает им Средний палец Он никого не боялся Никто не мог помешать ему Жить своей жизнью Спи спокойно, друг Я бы хотела сказать тост Ормиихо Спасибо тебе за теплые слова, Ви Я рада, что ты нашел время приехать Хорошая френда у нас получилась Пришло так много людей Даже эта девочка, которая Джеки чем-то нравилась Ее зовут Мисти Что? Мисти Она для него очень много значила Понимаете меня? Пойдите пригласите ее на ужин Она точно имеет на это право Знаешь что? Ты хороший парень Джеки хотел бы, чтобы они были у тебя Вы уверены? Джеки меня бы убил, если бы я его поцарапал Ну так ты смотри, не поцарапай Спасибо вам Спасибо вам Я буду его беречь Обещаю Мне будет его не хватать Уже не хватает Попьем за Джеки Он теперь уже в лучшем мире За Джеки Уэлса За гордого сына Хейвуда За гордого сына Хейвуда Я пойду, Вик Ага Увидимся, Ви Эй, ты Выпьешь с нами? За Уэлса Ты был знаком с Джеки? Да Мы вместе начинали Валентина? Нет, блядь На чтениях в воскресной школе Хороший он был все-таки человек Покойся там с миром, бродер Такое чувство, что я тебя знаю Густаво Орта Я Ви Да, слышал о тебе Прими соболезнования, друг От меня, Кампо И всех Валентину Спасибо Ладно, выпью За Уэлса Мир его прав Пока хватит, спасибо Видишь Свою норму надо знать Молчал бы лучше Пойдем Я боялась, что Лупая не переживет Она сила Эй Все в порядке? Да Наверное, я просто мысленно до сих пор в его гараже Не волнуйся за меня Может, тебе налить? За Джеки этого Странно тут как-то Без Джеки Мне все время кажется, что вот я повернусь Да он здесь за стойкой сидит На своем любимом месте Налей За Джеки Это же Брат. Субтитры сделал DimaTorzok